Всем привет! С вами канал Космостар. Сегодня мы решили рассказать вам про знаменитую советскую актрису Ирину Акулову, которая была звездой в СССР. А затем в начале 90-х она внезапно исчезла с экранов и о ее дальнейшей судьбе долгое время ничего не было известно. Ирина Григорьевна Акулова родилась 8 июня 1951 года в Кинишме, Ивановская область, СССР. Советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР. Ее родители, Григорий Акулов и Нина Акулова, были театральными артистами и играли на сценах нескольких театров страны. Ирина Акулова росла в актерской среде и, будучи ребенком, уже выходила на сцену. Поэтому неудивительно, что еще учась в школе, Ирина решила стать актрисой. После окончания которой она отправилась в Москву и поступила в школу, в студию МХАТ. Самое интересное, что Акулову приняли без прослушивания. Начинающая актриса была очень талантлива и еще будучи студенткой она стала получать ведущие роли в спектаклях. Например, она в 1971 году, она уже была о штате театра «Современник» и дебютировала в постановке «Валентины Валентина». В 1974 году Ирина Акулова была принята Олегом Ефремовым на ставку актрисы, в Амхат имени Горького, куда ее взяли без дополнительных прослушиваний. В кино Акулова дебютировала еще в 1971 году, снявшись в киноповести «Офицер запаса» на киностудии Молдова, фильм, где исполнила роль девушки по имени Виарийка. После нескольких небольших ролей в фильмах и телеспектаклях Ирина Акулова получила свою первую главную роль Веры Королевой в четырехсерийной военной драме «Блокада». Эта эпическая картина посвящена ленинградцам, блокадникам, которые обороняли город в годы Великой Отечественной войны. Затем была главная роль геолога Шуры в мелодраме «Если я полюблю». Молодая и красивая актриса сразу произвела сильное впечатление на зрителей, к тому же, в некоторых картинах самые лучшие эпизоды были именно с участием Акуловой. Всесоюзная слава пришла к Ирине Акуловой в 1980 году, после выхода в широкий прокат двухсерийного фильма «Катастрофа-экипаж», в которой в дальнейшем получил культовый статус и стал классикой отечественного кинематографа. В этом фильме Ирина сыграла роль Алевтины, Али, жены пилота Валентина Нинарукова, в исполнении замечательного актера Анатолия Васильева. Акулова очень убедительно сыграла истеричную женщину, которая постоянно изводит своего мужа и мучает единственного ребенка. «Экипаж» имел колоссальный успех в СССР, его посмотрело более 71 миллиона зрителей. У Ирины Акуловой было еще несколько заметных ролей в таких фильмах, как «Белый ворон», «Формула памяти», «Мера пресечения», «Средообитание», «Генерал». В последний раз актриса появилась на экране в 1993 году в приключенческом боевике «Отряд Д», в котором она исполнила роль врача Светланы Ефимовой. Когда Ирина Акулова решила покинуть кино и театральную сцену, ей было всего 42 года. В 1993 году актриса продала квартиру в Москве и уехала в свой родной город Кинишму, где и проживает до сих пор. Ирина Григорьевна не замужем, живет она скромно и в кино возвращаться не собирается. Ирина Акула была три раза замужем. Первым ее супругом стал актер Вячеслав Жолобов. Ирина и Вячеслав познакомились еще студентами, когда они учились на первом курсе школы, студии МХАТ. Влюбленные поженились в 1970 году, а в 1972 у них родился сын Дмитрий. Вячеслав Жолобов регулярно изменял Ирине, вследствие чего в 1976 году супруги расстались. Второй раз Акулова вышла замуж за актера Петра Смедовича, который был внуком известного советского партийного функционера. Супруг служил в Амхате. Ирина и Петр прожили в браке 7 лет, совместных детей не было. Развод произошел из-за частых измен мужа. В третий раз Ирина вышла замуж за актера Николая Пузырева, лучшего друга Петра Смедовича. Но и в третьем браке семейная жизнь не сложилась, у Пузырева появилась другая женщина, которая вскоре от него забеременела. Ирина не простила измену и развелась с Николаем. Уехав в 90-е в Кинишму, Акулова познакомилась со строителем по имени Владимир, с которым прожила 10 лет. Но однажды Ирина узнала, что у Владимира в Барнауле есть жена и дети. Несмотря на все оправдания, Акулова рассталась со своим гражданским мужем. Окончательно разочаровавшись в мужчинах, Акулова завела кошку и решила жить в полном одиночестве. Ирина обрекла себя на добровольное затворничество, которое не принесло ей счастья. Актриса стала злоупотреблять алкоголем, ее здоровье резко ухудшилось. От былой красоты одной из самых очаровательных советских актрис, ничего не осталось. Сейчас Ирина Григорьевна получает повышенную пенсию, в размере 60 тысяч рублей, но ее каждый месяц забирает сын Дмитрий, живущий в Москве. Матери он пересылает всего 6 тысяч. Актриса очень жалеет, что написала доверенность на получение пенсии на сына, которого она уже давно не видела. У Акуловой серьезные проблемы со здоровьем, ей тяжело ходить, и она передвигается с помощью палочки. Ирине Григорьевне уже 71 год, и она продолжает бороться с алкогольной зависимостью. Сейчас в ее доме сделан ремонт, и актриса надеется, что обретет там наконец-то нормальную жизнь, возможно с новым мужем.